В памяти нашей вечно будет жить. К 75-летию Великой Победы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу главам всех муниципалитетов вовлечь как можно больше населения, которые бы занимались поддержкой этой памяти. Только на территории Самары 250 воинских монументов. Уход требуется за каждым памятником и каждой мемориальной доской. Многие уже сейчас нуждаются в реконструкции. Из военного Куйбышева более 500 тысяч советских солдат отправились защищать родину. Почти половина из них погибли. 49 тысяч пропали без вести. Многих из тех, кто вернулся на родную землю, уже нет. Герои Великой Отечественной войны захоронены на городских и областных кладбищах. В Самаре таких захоронений почти 400. Дополнительное финансирование в размере почти 14 миллионов рублей направили на 5 монументов на городском кладбище. Это аллея славости, на памяти и могилы военных командиров. Над многими захоронениями взяли кураторство депутаты разных уровней. Проводится регулярный мониторинг состояния всех памятных объектов, установленных в парках, скверах, парках культуры и отдыха, на площадях, территории школ и ведомствах организации. Планируется проведение работ по общему благоустройству территории первой линии кладбища городской, на которой расположены одиночные воинские захоронения. Уже в 2019 году отремонтируют дорожки, ограждения и въездные ворота. В порядок приведут и надмогильные монументы Героев Советского Союза. Работы начнут в октябре. Дмитрий Азаров отметил необходимость привлекать к уходу за монументами волонтеров. Если каждый самарец возьмет на себя труд ухаживать хотя бы за одной могилой, брошенных захоронений не останется. Активнее вовлекать людей и общественные организации, но людей и для нас крайне важно. Спасибо, что средства предусмотрели, что лично занимаетесь. Вовлекайтесь людей. Крайне важная церковь. Готов сотрудничать и помогать родному краю Союз молодежи. Молодые люди регулярно проводят патриотические акции, помогают ветеранам и проводят исторический ликбез для сверстников. Это и Георгиевская ленточка, и Снежный десант, и Звезды памяти. Сейчас самарская молодежь выступила с новой инициативой. Проект внутри истории, интерактивный. С помощью VR-технологии участник переносится в военную эпоху и ощущает себя участником событий. Дмитрий Азаров инициативу поддержал. Поддержаны и другие молодежные инициативы. В параде памяти, который состоится 7 ноября, примут участие областные юноармейские отряды.